Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жамабеков. Смотрите сегодня. Цели, задачи и перспективы. Сразу четыре крупных проектов различных отраслей планируются реализовать в Сарканском районе в текущем году. Бизнес-мама. Многодетным матерям Талакургана преподают азы предпринимательства. Тренинги проходят в Центре поддержки семьи Жануя. Цифровой сервис. Свыше 110 тысяч человек получили необходимые документы через портал электронного правительства. 41 населенный пункт Алматинской области в зоне возможного потопления паводковыми и талыми водами. Высокому риску подвержены Шамбулский, Карасайский, Толгарский и Ембекши-Казахские районы. Для снижения угрозы ведомственными органами приняты ряд мер, рассказали специалисты на совещании под председательством первого заместителя Акима Алматинской области Лазата Турлашева. Установлено 96 гидропостов. Ведется ежедневный мониторинг гидротехнических сооружений. Сейчас службы гражданской защиты проводят последнюю проверку готовности. Имеется новое оборудование, в числе которого помпы для откачки воды, шанцевый инструмент, лодки и высокопроходимая автотехника, способные доставить спасателей в любую точку при любых ситуациях. Пока паводковая ситуация стабильна, однако при таком температурном фоне все может резко измениться. Районным Акимам, руководителям различных ведомств нужно держать ситуацию на контроле и доложиться до 20 февраля детально о мерах подготовки. Паводки могут случиться в любое время в любом месте нашей области, поэтому тема носит самый актуальный характер. На сумму около 27 миллиардов тенге произведено сельскохозяйственной продукции в Балхашском районе. Только объем собранного белого риса составил около 40 тысяч тонн. Таким образом, из года в год наблюдается тенденция роста экономических показателей, отметил на отчетной встрече с населением Акима района Галам Тукпейсов. Население Балхашского района, проживающее в 15 сельских округах, составляет более 30 тысяч человек. Состав региона небольшой. Тем не менее, за прошедший год отмечены высокие показатели в сельском хозяйстве. Количество крупного рогатого скота составило порядка 100 тысяч голов и почти столько же мелкого рогатого скота. С площади около 9 тысяч гектаров земли собрано почти 40 тысяч тонн урожая. В целом, объем сельскохозяйственной продукции в регионе произведен на сумму около 27 миллиардов тенге. Одним из крупных предпринимателей, повлиявших на рост экономики региона, является ТО «Берликагра». Мы собрали 7500 тонн риса. Вот здесь вот указано все. Могу сказать, прошлый год в сфере сельского хозяйства для нашего региона был очень неплохой. В социальной сфере также проделана большая работа. К радости жителей региона отремонтировано полностью более 50 километров трасс Каншин-Гель-Сунгар-Топар-Куйган и Капшагай-Баканас-Хоровой. Кроме того, в этом году завершится капитальный ремонт Дома культуры в селе Куйган. Следует отметить, что в нынешнем году в пяти селах региона, начиная с районного центра Баканаса, население будет обеспечено природным газом. С предгоря Малайсары до села Баканас на расстоянии общей протяженностью более 70 километров уже проведена ветка газопровода и готова к использованию. Проектно-сметная документация по газификации улиц Баканаса прошли госэкспертизу. Благодаря главе региона Аманду Кубаталову первоначально нам выделили более 200 миллионов тенге. Надеемся, к концу года Баканасы будут обеспечены газом. По другим селам, если в этом году согласуем ПСД, то в следующем году планируем в бюджет внести сумму и по их обеспечению централизованным теплом. После отчета началась процедура вопросов-ответов. Если одни интересовались установкой в районном центре банкоматов, других волновали вопросы ЖКХ. Все получили исчерпывающие ответы. Присутствовавший на отчетной встрече заместитель Акима Алматинской области Сирик Жанбис Кемпиров по итогам заслушивания дал удовлетворительную оценку проделанной работе в районе. Кроме того, он посетил одну из крупных в республике агрофирм, расположенных в Балхашском районе, Туодинара Ранч. Предприятие собственным животноводческим комплексом для единовременного содержания более 5000 голов КРС функционирует круглый год. На сегодняшний день имеется 2800 голов, в том числе около 1000 КРС породы ангус, 1200 голов породы гирифорд и примерно 400 голов галштинской породы. Мы их не покупаем извне, а производим сами. Вместе с тем предприятия активно развивают и растеневодство. К примеру, с общей площади более 1000 гектар рисовых плантаций они получили свыше 4000 тонн урожая. Основной объем риса, очищенного, обработанного, расфасованного, по договорам экспортируется за рубеж. Сирик Жан Бескимпиров, оставшийся довольный деятельностью крестьянского хозяйства, в свою очередь отметил, что государство готово оказать им всяческую поддержку. Более 8,5 миллиардов тенге инвестируют в экономику Сарканского района в текущем году. Будет создано свыше 1000 рабочих мест. О планах на 2020 и об итогах прошлого года рассказал Марат Разбеков на отчетной встрече перед населением. В мероприятии принял участие заместитель Аким Алматинской области Багдад Манзоров. В прошлом году в агропромышленном комплексе Сарканского района произведено продукции на 45 миллиардов тенге. Основной культурой для агрария в крае остается сахарная свекла. Площадь сладкого корнеплода в 2019 составила более 2800 гектаров. В результате получено около 98 тысяч тонн свеклы. Средняя урожайность варьируется в районе 340 центнеров. Особое внимание уделяется сфере бизнеса. Более 20% от всех налоговых поступлений – доля местных предпринимателей. Открытие новых объектов позволило снизить уровень безработицы до 5,3%. В этом году руководство Сарканского района планирует реализовать ряд крупных проектов. Один из крупных проектов у нас ветряная электростанция. Это в Липсинском регионе. Там почти 19 миллиардов инвестиций, 50 мегаватт ветряная электростанция. Второй у нас такой крупный проект – это завод по переработке лекарственных трав. Там свыше 400 миллионов инвестиций. Около 20-30 рабочих мест откроется. Следующий крупный проект у нас – гидроэлектростанция на реке Лепсе. Там тоже почти что 500 миллионов – это только в этом году. А так проектная мощность – это почти 7 миллионов долларов. Вот эти проекты в этом году будут начаты. Я надеюсь, до конца года мы уже какой-то результат увидим. Показатели весьма неплохие, отметил заместитель Акима области Багдад Манзоров, принимавший отчет у главы Сарканского района. Однако есть проблемы, требующие поддержки со стороны высших инстанций. Так, например, жители села Лепсинск попросили руководство области посодействовать в решении вопроса по обеспечению населенного пункта качественной питьевой водой. Жители районного центра нуждаются в ремонте дворов и детских площадок. Багдад Манзоров пообещал решить проблемы в самое ближайшее время. И доложить о ситуации Акиму области Амандыку Баталову. Это очень компактный район, 36 тысяч населения, 12 сельских округов. Здесь место расположения в очень хорошем месте. Здесь обеспечены полуобеспеченные багара, поливные земли. Для крестьянского хозяйства развиваются очень удобные места. Очень хорошие показатели. Были вопросы по воде были, по дворам были, по воде есть проблемы. В Лепсинском поселке, потом в Сарханте тоже есть. Вот я понедельник обещал, будем заниматься. В первую очередь, конкретно, есть план развития района. И наша область тоже, одна из лучших областей нашей республики, Алматинская область. Поэтому все, что в наших руках, мы всегда для народа будем служить и будем помогать. Багдад Манзоров поручил местным властям в текущем году особое внимание уделить вопросам ЖКХ, строительства, открытия новых рабочих мест и привлечения инвестиций. По итогам отчета, жители района и руководство области дали удовлетворительную оценку работе Акима Сарканского района. Азаджу Маханов, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. В приоритете рабочие места, конкурентноспособность, комфортные условия проживания. Аким города Галамжан Авдореймов рассказал об изменениях в Талткургане за прошедший год. Несомненно, 2019-й стал для областного центра продуктивным во всех показателях социально-экономического развития. К примеру, объем выпуска промышленной продукции составил 76 миллиардов тенге. Создано более 500 рабочих мест. Отметил в своем выступлении городоначальник на очередной встрече с жителями, которая прошла в формате вопрос-ответ. Каждый мог задать свои насущные вопросы. Жители в основном интересовали ход реализации программы 7-20-25, освещение малых улиц, газификация, безопасность на дорогах. Как отметил Галамжан Авдореймов, все отчаяния горожан услышаны и к работам ответственные лица примутся незамедлительно. Также городоначальник поделился планами на грядущий год. Начнется строительство двух школ. Один на 1200 мест в 8-м микрорайоне и на 900 мест в коттеджном городке. И детский сад на 280 мест также в коттеджном городке. В микрорайоне Восточный предусматривается строительство IT-лицея на 150 мест. В северной части города летний лагерь на 120 мест для детей из малообеспеченных семей. Обслужим без слов. В прошлом году Центр обслуживания населения Алматинской области обработал более 1,3 млн заявок граждан, большая часть которых в электронном виде. Сейчас населению оказывается 580 услуг посредством электронной цифровой подписи. ЖТСУСы получают необходимые документы, не выходя из дома или офиса, так сказать, без отрыва от производства. Каков же порядок получения этой подписи, узнаем из сюжета. В ЦОНИ достаточно широкие возможности для получения электронно-цифровой подписи и продления ее срока. В секторе самообслуживания можно получить наиболее востребованные электронные услуги. Адресные справки, информацию о поступлении и движении средств вкладчика пенсионного фонда, справки о зарегистрированных правах или обременениях на недвижимое имущество, об отсутствии судимости и многое другое. Также есть возможность оплатить госпошлины за получение госуслуг, оказываемых в традиционной бумажной форме, включая налоги и штрафы. Чтобы получить новый ключ на портале электронного правительства, чтобы получать услуги, у вас должен быть ключ, электронная цифровая подпись. Для того, чтобы его получить, вы должны будете зайти на сайт pki.gov.kz, подать заявку. Если вы физическое лицо, выбираете физическое лицо, если юридическое, тогда выбираете свой статус на юрлицо. После того, как вы подали заявку и указали город Талкурган, например, если вы указали, тогда вам необходимо будет принести ваше заявление в ЦОН города Талкурган, сдать вашу заявку для того, чтобы вы могли его активизировать ключи. Эта уникальная подпись в основном предназначена для обеспечения подтверждения подлинности и авторства документов, обрабатываемых в электронной форме с помощью вычислительной техники. По словам специалистов, ЭЦП в личном удостоверении чипа действительно три года, а на флэшке один год. С этой цифровой подписью можно легко получить доступ к 580 видам услуг всего за каких-то 10-15 минут. Кроме того, любой может получить выписку по платежам, внедренной в этом году системой ОСМС, и принимать участие в электронных торгах. Вот этот электронный вид очень эффективный для народа, с одной стороны. В том числе, чтобы ездить не надо, бегать не надо. Стоять в очереди не надо. Можно дома через интернет зарегистрироваться и получить все данные по этому вопросу. Стоит отметить, что в области и в прошлом году более 716 тысяч человек получили электронную цифровую подпись. А с начала года более 110 тысяч граждан получили нужные документы через портал электронного правительства. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Как совместить материнство и общественную деятельность? Как начать собственный бизнес и стать полноценным гражданином общества? Подобные вопросы прозвучали и на бизнес-тренинге с участием многодетных матерей областного центра. Чему учились женщины и какие еще темы рассматривались на встрече, узнаем из материала нашего корреспондента. Инициатором уже второго по счету семинара выступила многодетная мать и бизнес-вумен Карлы Гарса Тепалдинова. Открыв в социальной сети WhatsApp группу для многодетных матерей, Талдыкурганка решила пойти дальше. Итогом ее деятельности стало проведение семинара для домохозяек с участием психологов. Большую поддержку в начинании ей оказали представители государственных структур. Символично, что встречи проходят в Центре поддержки Института семьи Жануя. В планах Карлы Гарс стимулировать Талдыкурганок на открытие собственного дела и не зависеть от государства. Я считаю, что сейчас у нас мамы, сидя дома, они очень деградированы от всего, от общества. И они не знают, куда идти, что делать. Хотят свой бизнес, но не знают, с чего начать. Мешают страхи. И я считаю, что такие бизнес-тренинги им помогут перебороть свой страх, покажут путь, как открыть свой бизнес и вообще, что делать для того, чтобы быть счастливой женщиной. Я считаю, что каждая счастливая женщина – это счастливая семья. В числе слушателей есть те, кто по роду деятельности уже определился со своим выбором. Открыть сервисный центр по оказанию клининговых услуг и услуг нянь в планах у многодетной матери Куралай Танербергеновой. Опыт работы есть, я няня и уборщица по билене. У меня мучают страхи и нет свободного денег. Вот хотелось открыть свое дело. Сидя дома, действительно, многие домохозяйки теряют себя. В дальнейшем я планирую получить помощь от государства в открытии своего дела. Нам сказали, что самые из нас грамотные могут выиграть грант. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что чужой пример заразителен. Глядя на Карла Гарса, Тебалдинову и другие женщины, загорелись планами открытия собственного бизнеса. Благо, для этого государство предоставляет массу возможностей. Было бы желание. Гульмира Тимиргалеева, Аблай Кутыкпаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Продолжение выпуска. Другие интересные события. Оставайтесь с нами. Благотворительный уголь. Свыше 750 тысяч тонн твердого топлива раздали нуждающимся семьям. Предупрежден вооружен. Пожарные Ильиского района проверяют наличие газовых баллонов в многоэтажных домах. Стартовал второй сезон турнира по мини-футболу среди сотрудников средств массовой информации. Звание сильнейшего на этот раз оспаривает шесть команд. На минувшей неделе состоялись первые игры. Подарить тепло. Более 300 семей региона получили бесплатный уголь в рамках благотворительной акции, организованной имамами Еркинского мечети областного центра. В общей сложности раздано свыше 750 тонн твердого топлива. Инициатором благого дела выступил один из бизнесменов Талдыкургана. На тупике, на пересечении улицы Абая-Ракишева, образовалась буквально километровая очередь. Все пришли получить бесплатный уголь от мецената, пожелавшего остаться неизвестным. Большая часть получивших твердое топливо, малобеспеченные и многодетные семьи. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как вы отреагировали, когда узнали, что здесь раздают бесплатный уголь? Конечно, очень радостно отреагировала, потому что это для нас, для многодетных семей, это очень радостная новость. Все-таки тяжело, зима, работы сейчас мало. И очень большая благодарность таким людям, которые делают все-таки добро. Однако были и недобросовестные люди. Получив уголь, они перепродавали на других тупиках города. С такой ситуацией организаторы столкнулись в первый день акции. На второй начали проверять документы каждого гражданина, чтобы впоследствии помощь получили только те, кто действительно в ней нуждается. У меня мужа нет, двое детей. Я мать-одиночка. Мы вчера звонили, узнали, что уголь дают бесплатно. И вот пришла сегодня. Спасибо всем, кто помогает нуждающим. Мать-одиночка, ну как я. В порядке очереди загруженные углем машины уезжали из тупика буквально за 3-4 минуты. В среднем каждая нуждающаяся семья получила по 2-3 тонны твердого топлива. Эта акция получила большую популярность среди меценатов нашей области. Помимо раздачи угля на постоянной основе, предприниматели региона оказывают поддержку ребятам из детских домов, пожилым людям, ветеранам войны. Спасибо Всевышнему за всех добрых, милосердных людей, за то, что дарят счастье этим людям. Помощь получили не только жители областного центра, но и близлежащих регионов. В районы и центры отправлены до 40 тонн угля, где их раздадут нуждающимся сельчанам. Азаджу Маханов, Мадий Байбуцинов, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. За высокий профессионализм и самоотверженность полицейских, содержавших преступника, совершившие особо тяжкое преступление, на территории Алакольского района наградили благодарственными письмами. Напомним, двое сотрудников отдела полиции Сарканского района по горячим следам задержали гражданина села Кабанбайбатер, убившего своего друга. Преступник был пойман на 426-м километре трассы Алматы-Ускимен. Сейчас в отношении гражданина 1975 года рождения продолжается досудебное расследование. В результате задержания подозреваемое убийство было произведено нашими сотрудниками на территории Сарканского района, точнее на трассе Алматы-Ускимен. После проведения первоначальных процессуальных действий задержанный мужчина был передан полицейским Алакольского района для проведения дальнейших следственных действий, предусмотренных по факту совершенно особо тяжкого преступления. Безопасность превыше всего. Наличие газовых баллонов в многоэтажках проверили сотрудники противопожарной службы Ильейского района. Не секрет, что незаконное использование пропана в многоквартирном доме ставят под угрозу жизни не только самого пользователя, но и живущих по соседству людей. Напомним, хранение баллонов в здании, превышающем два этажа, считается нарушением закона. Согласно 312 статье части 1 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение правил пожарной безопасности влечет за собой штраф до трех МРП. В связи с этим пожарные регионы на постоянной основе проводят подобные рейды. И хоть официальная статистика гласит, фактов взрыва с летальным исходом не зарегистрированы за последние годы, расставляться не стоит. Нельзя заправлять баллоны пропаном на газовых заправках. Вот здесь полностью инструкция правила расписана, что нельзя заносить баллон из холода в тепло и ставить возле источников тепла. Здесь тоже расписана вся инструкция. Нельзя использовать неправильный баллон. То есть, если он заправлен, могут быть какие-то последствия взорваться баллон. Такие случаи уже есть. Знаете, что при случае утечки газа и что обращаться в службу. На сегодняшний день, несмотря на запрещение, многие люди используют газовые баллоны на многоквартирных домах больше двух этажей. Эта тема остается актуальной. Мы проводим разъяснительные работы с целью, чтобы народ перевелся на электрические приборы. Стартовал второй сезон турнира по мини-футболу среди сотрудников средств массовой информации. Звание сильнейшего на этот раз оспаривает шесть команд. На минувшей неделе состоялись первые игры. На площадке большого зала спорткомплекса «Жастар-2» кипели нешуточные страсти. Соревнования по мини-футболу собрали под свои знамена шесть команд и вызвали неподдельный интерес среди сотрудников СМИ Алматинской области. Первый сезон турнира прошел в конце прошлого года и продлился более двух месяцев. В упорной борьбе тогда звание чемпиона досталось команде «Спортмедиа», потерпевшая лишь два поражения в десяти матчах. Турнир проходил под дружеской эгидой по пропаганде спорта, спортивного образа жизни среди госслужащих, среди сотрудников средств массовой информации. Я думаю, сейчас начинается второй круг, я думаю, на этом не закончится. Есть большая поддержка, есть большое стремление и желание продолжать турнир. Мы будем дальше играть и повышать свой уровень игры. Сохранить звание сильнейшего команде «Спортмедиа» в этом сезоне будет весьма тяжело, так как после трансферного окна все команды укомплектованы качественными исполнителями. Выделить кого-либо в текущем розыгрыше чемпионата тяжело, говорят организаторы. На этой неделе шесть дружин уже сыграли между собой первые матчи. И, как говорится, не обошлось без сюрпризов. Нам удалось обыграть прошлогоднего серебряного призера – команду «Вип Пресс». Так как начало сезона, игроки еще не привыкли друг к другу. Но сегодня удача улыбнулась нам, и мы выиграли со счетом 5-3. Очень рад и думаю, что в этом сезоне сможем побороться за медали. В двух других встречах команда «Тал-де-Париж» оказалась сильнее коллектива «ЖТСУ Ньюц». Счет 4-2. С аналогичным результатом «Бах Юнайтед» взял верх над прошлогодними чемпионами «Спорт Медзиа». А лучшим игроком первого тура по версии болельщиков признан капитан команды «Тал-де-Париж» Азамат Чедымбай. Азаджу Маханов, Кайрат Кастурганов, телекомпания «ЖТСУ», «Тал-де-Курган». Срочно розыск. Сотрудники правоохранительных органов Алматинской области ищут пропавшего без вести жителя поселка Козлагаш Акцузского района. Как сказано в полицейской сводке, 18 января Досумхан Бурантаев вышел из дома и не вернулся. Мужчина 1964 года рождения был одет в черную кожаную куртку, черные джинсы, ботинки и шапку черного цвета. Каждого, кто владеет какой-либо информацией по данному случаю, просим обратиться в полицию по телефону 102. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова